Послание Отца Абсолюта 23 января 2021 года Путешествие энергии времени по физическому телу Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, продолжим практику соединения энергии времени с вашим физическим телом через его чакры, тонкие органы чувств. Почему я предлагаю вам такой долгий путь? Дело в том, что чакры человека, в каком бы измерении он ни находился в данный момент, всегда вибрируют выше, чем его физическое тело. И в данной практике они являются своеобразным мостиком-переходником, соединяющим энергию времени с вашим физическим телом. Если ваше сознание, являющееся тонкоматериальной субстанцией, способно взаимодействовать напрямую с энергией времени, то ваше физическое тело, представляющее собой плотную материальную субстанцию, не сможет напрямую принять эту энергию в силу слишком большого разброса в вибрациях. Чтобы избежать ошибок в проведении этой практики, я дам вам сейчас краткое описание соответствия чакр человека и его физическим органам. Первая чакра соотносится с костной структурой и всем, что с ней связано, с соединительными тканями, хрящами и в первую очередь, конечно, с позвоночником. Вторая чакра отвечает за репродуктивные органы человека, а также за железо внутренней секреции. Третья чакра ответственна за пищеварительную систему и за все, что с ней связано, кишечник, желудок, печень. Четвертая чакра регулирует кровеносную систему человека и все связаны с ней органы. Пятая чакра связана с дыхательной системой человека, его легкими носоглоткой. Шестая чакра ответственна за ваши умственные способности и регулирует работу вашего мозга, а также отвечает за зрение и слух. Седьмая чакра соединяет вас с Творцом, даря вдохновение и озарение, и соотносится с вашей шишковидной железой. Итак, теперь, когда у вас появилась ясная картина соответствия ваших тонких органов чувств физическим, вы можете продолжить практику соединения их с энергией времени. Давайте рассмотрим это на примере четвертой чакры. Вызовите в своем воображении субстанцию времени и почувствуйте, с какой из ваших чакр она резонирует больше всего. Если это не четвертая чакра, а какая-то другая, то постепенно опустите или поднимите эту совместную энергию в вашу четвертую чакру. Прочувствуйте, как она приняла ее. И затем попросите энергию времени, слившуюся с вашей собственной энергией, заполнить собой всю кровеносную систему вашего организма. Почувствуйте, как она разливается по всему телу, очищая вашу кровь от ограничений трехмерных программ линейного времени и даря ей бессмертие. Ощутите, как в работу включается и ваша четвертая чакра, разгоняя по всему организму, по всей вашей кровеносной системе эту новую волшебную энергию, вызывающую перекодировку ваших индивидуальных временных параметров. Постепенно проделайте такую практику со всеми своими чакрами. Даже если вы ничего не почувствуете, сила вашего намерения обязательно сделает свое дело, и вы запустите процесс омоложения своего организма. В идеальном состоянии на энергию времени могут одинаково откликнуться все ваши чакры. Но, как правило, это происходит тогда, когда человек уже полностью перемещается в пространство пятого измерения, является там уже не гостем, а постоянным обитателем. Делайте эту практику, родные мои, спокойно, вдумчиво и не спеша. Не ожидайте мгновенного результата. Физическое тело человека, в отличие от его сознания, не столь подвижно и нуждается в терпеливой и кропотливой работе над ним. Благословляю вас и люблю безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения.